Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня будет интересный общий расклад, который будет отвечать на вопрос В чем призрак прошлых отношений? То есть, возможно, в каких-либо из прошлых отношений вы, расставаясь, что-то не пережили или что-то у вас осталось тяжелое в памяти То, что мешает вам на сегодняшний день строить новые отношения И вот здесь мы попытаемся именно рассмотреть вопрос который поможет нам понять, что из прошлых отношений еще осталось с вами От чего нужно избавиться для того, чтобы продолжать идти вперед не ориентируясь на то, что происходило раньше То есть, как начать новую жизнь, как с нуля строить новые отношения без какого-то отсыла именно к прошлым отношениям То есть, я надеюсь, что определение, каков в вашем случае призрак прошлых отношений если он все-таки имеется, если он присутствует поможет вам в дальнейшем выстраивание отношений уже в новом формате Итак, у нас получилось 8 вариантов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 И гадание отвечает на вопрос В чем призрак прошлых отношений? То есть, задумайте те отношения, которые были сконцентрируйтесь, выберите карту И я еще раз напомню Вы можете загадывать номер Вы можете загадывать рубашку карты, которая просто вас притягивает Вы можете довериться, например, тому, как я буду ловить поток И просто интуитивно, например, сейчас подумать Что та карта, которую, например, я вытащу четвертой Вот она и будет ответом в данном случае на ваш вопрос Сегодня мы начнем с седьмого варианта И седьмой вариант говорит о том, что, возможно, в прошлых отношениях у вас родились дети Или были беременности То есть, соответственно, материнство или отцовство Оно им не то, чтобы мешает Отцовство или материнство Это хорошо, это замечательно Особенно, когда дети желанные Дети любимые Это прекрасно Но в данном случае, например, вот именно то, что вы являетесь матерью детей Или отцом детей в тех отношениях, которые уже закончились Может вам постоянно напоминать именно о том Что в этот раз может что-то повториться То есть, вот именно этот период Период от начала беременности до рождения детей Их воспитание Вот все это может быть напоминанием о старых отношениях И, соответственно, вам мешает каким-то образом перестраиваться на то, чтобы строить отношения новые Также, возможно, это желание, например, стать матерью в то время или отцом Когда ваш партнер не хочет детей Вот эти вещи тоже вы можете тянуть за собой еще из прошлых отношений То есть, в зависимости у кого как в жизни было Аудитория большая Поэтому я повторюсь, что буду приводить несколько вариантов по арканам Которые будут выпадать на каждый вариант Для того, чтобы вы понимали, что из этого ваше А также есть, бывает, знает, как складывается ситуация Когда ваши родители, особенно когда мать То есть, например, или теща, или свекровь Очень активно влияют на отношения Ну, то есть, даже если вы не в браке Просто мама молодого человека или мама девушки Очень сильно влияет И вот это влияние сохраняется и спустя уже определенное время После тех отношений Например, мама сейчас может говорить вам Вот, если бы ты тогда осталась с Васей То тогда бы Или наоборот Например, бывшая свекровь Мы могли запомнить ее слова Которая сказала Да мы таких, как ты, никогда не хотели в нашей семье И вы, например, можете бояться, что сейчас при встрече со свекровью новой Например, все повторится Поэтому здесь, что можно сказать Здесь нужно прорабатывать Или, если у вас совместные дети Здравый подход к воспитанию общего потомства Но при этом без перехода на личности друг друга То есть, делать общее дело Если это, допустим, неудача Когда у вас либо не получалась беременность Либо партнер или ваша девушка или жена Не хотела детей в отношениях с вами То, поверьте, не все делают такой выбор в жизни То есть, есть люди, огромное количество И мужчин и женщин, которые детей хотят И другие отношения могут складываться абсолютно по-другому А также влияние старших и третьих лиц Которые, вот особенно женщины Которая женщина является матерью вашей Или вашего мужчины Это уже у нас не важно Это каждый для себя определяет В своем личном индивидуальном случае По этому признаку То есть, здесь просто нужно понимать Что вы достаточно взрослый Взрослый или взрослая Для того, чтобы меньше прислушиваться К матери или к свекрови И принимать какие-то свои собственные Самостоятельные решения Для тех, кто выбрал третью позицию Она вторая по порядку открытия Здесь ложится карта, которая говорит о том Что здесь могут быть Либо отголоски плохого физического состояния Если в прошлых отношениях вы перенесли болезнь Например Либо Ну, соответственно, либо ваш партнер перенес болезнь Либо это просто жгучее ощущение Одиночества в этом случае И понимание того Что за все какие-то ответственные решения В отношениях Всегда должны нести Какой-то груз этой ответственности Именно вы Поэтому в данном случае Кстати, это могут быть пожелания одиночества То есть, например, когда Один партнер уходит Другой может сказать ему вслед Если ты уйдешь, ты без меня никогда не будешь счастлив Вообще никого не найдешь себе То есть, вот такие пожелания встречаются Достаточно часто И если такие пожелания были в вашем случае Они могли также на вас зацепиться Также это именно ощущение одиночества и тоски И непрошедшая душевная боль По тем отношениям, которые были То есть, нужно устранять источник этой боли Нужно понимать, что иногда Возможность брать на себя ответственность За какие-то свои решения в любых отношениях Это больше благо, нежели обязанность И тогда ситуация будет развиваться И тогда она, естественно, будет развиваться легче Для тех, кто выбрал четвертый вариант Он третий по порядку открытия Ну и вот здесь, опять же, ложится карта Которая говорит, что Из прошлых нанесений Призраком прошлых отношений Является нанесение удара Это может быть как действительно удар Но физический удар кулаком Выходит в другом варианте В другой карте обычно Это может быть, если на физическом уровне То ножевое ранение Вот может быть, конечно, я говорю Об очень редких случаях Но тем не менее Вот такая ситуация действительно может быть И страх и боль по этому поводу Еще как бы, вот знаете Не ушли от вас Или если мы будем говорить О моральном аспекте отношений То это может быть Либо удар, который человек нанес Глядя вам в глаза Что это означает То есть он мог признаться в чем-то Что подкосило вашу веру в него Человек мог просто нагло Отобрать у вас что-то То есть, например, забрать Глядя вам в глаза Ваше обручальное кольцо И сказать, что теперь это не твое То есть именно Вас может смущать и пугать И быть призраком Вот та сила И та холодность Которая отнесся человек В определенный момент к вам Которая не забылась вами до сих пор Для тех, кто выбрал первый вариант Он у нас четвертый По порядку открытия Ну и здесь, в принципе Ложится карта Которая говорит о том Что либо Вы сохранили настороженность И ищите черты прошлого В каких-то новых отношениях Или просто Очень напряженно Знакомитесь и завязываете отношения Потому что вот то вот ощущение А вдруг И осторожности А не несет ли мне этот человек Опасности Осталось из прошлого То есть вот здесь вот пропало Умение доверять Вопрос в доверии То есть вот то убитое доверие Которое было когда-то На сегодняшний день Может мешать Вот этот призрак Открываться людям Либо есть еще один вариант Он вроде бы на первый взгляд Прямо противоположный А с другой стороны В принципе созвучный Здесь вы поймете О чем идет речь Карта говорит о том Что по данному аркану Вы из других отношений Не вынесли ничего Или попытались настолько Глубоко запихать Это все себе В подсознание Что даже вы сами Сейчас не знаете Что является призраком Вашего прошлого И вам кажется Что в принципе Вас там ничего не держит И вы совсем простились Ну а насколько верно Это ваше умозаключение Это уже другой вопрос Для тех кто выбрал У нас шестую позицию Она будет пятая По порядку открытия И здесь ложится карта Которая говорит о том Что вы знаете Ну по сути Вы уже достаточно Само утвердились После завершения Тех отношений Для того чтобы Нормально смотреть вперед Идти вперед И говорить о том Что есть какие-то Ужасные призраки Прошлого С которыми бы вы Не справились еще В полной мере Мы не можем Что это означает То есть это не значит Что отношения были безоблачными Это не означает Что у вас не обижали Там и никаких призраков Не было изначально Эта карта просто говорит о том Что вы либо на пути избавления От этих призраков Либо вы их уже победили На сегодняшний день И вы можете как победитель Как человек Который имеет уверенность в себе Смотреть дальше В светлое будущее То есть по сути Именно объективно Каких-то призраков Которые бы вас держали И затягивали обратно Здесь у нас Не наблюдается Для тех кто выбрал Восьмой вариант Он у нас шестой По порядку открытия Здесь ложится карта Которая говорит о том Что возможно Призраки какие-то Изначально и были Но вы настолько Хорошо защитились От них на сегодняшний момент Возможно Это установленная Энергетическая защита Возможно Это на сегодняшний день Ваш просто Вот такой вот Собственный потенциал Который помогает вам Избавляться от Нападений Любых призраков Из прошлого Но самое главное При этом Конечно Вы выставляете Правильно Определенные границы Но самое важное Понимать В адрес кого Вы эти границы ставите А в адрес кого Можно было бы И Приоткрыть Эту границу Но в данном случае В новых отношениях Конечно Ту грань На которую Вы подпустите Све То расстояние Определять Только исключительно Вам Для тех Кто выбрал У нас Пятую позицию Она седьмая По порядку Открытия Здесь ложится Карта Которая Говорит о том Что Призраком Прошлого В вашем случае Является Обман По этой Карте С большой Долей Вероятности В прошлом Может выходить Измена Могут выходить Обманы Нечестные Поступки Со стороны Человека Или определенные Запугивания То есть Возможно Даже Это определенный Отпечаток Общения с тираном Когда вы Простились С отношениями Но еще Сохранили Страхи Которые Вас могут Преследовать Также Ну Собственно Вот здесь Есть еще Интересные Варианты Вообще По этой Карте Огромное Количество Вариантов Огромное Количество Страхов Это может Быть Страх Неуравновешенности Человека Это может Быть Страх Что Человек Начнет Применять Какие-то Препараты То есть Например Или Какие-то Вещества Просто Например Человек Алкоголик Был Тот С которым Вы Общались И Сейчас Вы боитесь Что Вот этот Человек Точно Так же Проявится В какой-то Далеко Непрекрасный Момент И Вы Увидите Что Он Тоже Например Пьет Или Тоже Употребляет Наркотики Или По этой Карте Есть Тоже Вариант Когда Просто Человек Патологический Лгун Он Лжет Налево И направо Неважно Нужно Это Сейчас Или Нет Ну А Также Эта Карта Обозначает Человека Оборотня Который С одними Людьми Один А с Другими Людьми Другой И Вот Тут Как раз Таки Есть Перекличка С тем Что Я Говорила О Тиранах То есть Когда Вы На людях Вроде Все Прекрасно И Люди Даже Предположить Не Могут Что Происходит Дома Но Когда Закрываются Двери Начинается Самое Интересное И Здесь Мы Можем Говорить Как О Каких То Тяжелых Патологических Случаях Так И О Том Что Человек Кардинально Меняется И Начинает Вас Тритировать Начинает Насмехаться Начинает Иронизировать То есть Вот Здесь Именно Такого Рода Отношения Когда Для Окружающих То Что Было С вами Является Тайной То Это Что То Что Происходило Один На Один И Это Тот Случай Когда Можно Бояться Двуликости Человека То Есть Его Разного Отношения При разных Людях В разные Моменты Времени То Есть Вы Можете Бояться Что Тот Человек С которым Новые Отношения Например Будут Выдает Себя Не за Того Кто Он Есть Ну Это Очевидность Второй Вариант Он Восьмой По Порядку Открытия Здесь Карты Говорят О том Что По сути На сегодняшний День Вы Достаточно Справились С тем Что Происходило В вашей Жизни И вы Готовы Идти Сейчас Вперед Но Единственное Что Просто Воспоминания О прошлом Могут Быть Настолько Яркими Что Иногда Они Просто Вас Слепят Иногда Знаете Просто Хоть С закрытыми Хоть С открытыми Глазами Вы Настолько Можете Ясно Воссоздавать Для себя События Прошлого Что Просто Вот Это Умственное Проживание И эмоциональное Проживание В том Периоде Времени Не дает Вам Переключиться На Настоящий Период Но В целом Карта Позитивная Карта Хорошая Она Говорит О том Что Большие Перспективы Есть К тому Чтобы Действительно Вот Ситуацию Исправить И выйти На Новый Уровень В данном Случа Для себя В новых Отношениях Для тех Кто хочет Заказать Расклад Для себя Все Контакты По которым Можно связаться Со мной В текстовом Описании Данного Видео Для тех Кто Хотел Бы Заказать Чистку Потому что Много Таких Сейчас Последнее Время Людей Есть Для начала Посмотрите Видео Для чего Нужна Диагностика То есть На днях Вышло Это видео На моем Канале И Оно Достаточно Интересно То есть Вопрос На сегодняшний День Насущный Но А в целом Еще Хочется Напомнить Об одном Видео Для него Создан На канале Специальный Отдельный Плейлист То есть Вы заходите В раздел Плейлисты В этом Плейлисте Одно Видео Оно Как и Весь Плейлист Называется Идеи Для Общих Раскладов То есть Какие Общие Расклады Вы Хотите И Туда Вы можете Зайти Почитать Комментарии Для того Чтобы Не Повторяться Может Быть Какие Темы Вы захотите Освежить Которые Были Около Трех Сотен Общих Раскладов На канале При общем Количестве Видео Около Двух Тысяч Вот Все Это Вы можете Естественно Посмотреть И внести Свою Лепту И Подать Какую-то Новую Идею Для того Чтобы Сделать Расклад А возможно И освежить Какую-то Старенькую Идею Конечно Если Этот Расклад Не выходил За последнюю Неделю Две Потому Что Так часто Одну и ту же Тему Выкладывать Конечно Я думаю Что Нет никакого Смысла Ну а я всем Желаю Удачи До встречи До свидания